В эфире телеканала ЛРТ программа «Итоги». Время рассказать о главных событиях уходящей недели. В студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Готовность номер один. Госадмтехнадзор проверил кладбище перед Пасхой. Есть ли нарекания? От всей души тем, кто нуждается. Благотворительная акция «Добрый шкаф» пройдет в Наташинском парке 14 апреля. Присоединяйтесь, расскажем как. Тонкий, коварный, но притягательный. Школьникам не устают напоминать об опасности весеннего льда. Перепутать с простудой легче легкого. О самых эффективных мерах профилактики опасной кори в нашем материале. Лучшее средство от стресса найдено. Для люберчан открыт контактный зоопарк «Планета енотов». Из чего же, из чего же сделано телевидение? Ученики 16-й гимназии «Интерес» побывали на ЛРТ с экскурсией. Ну что ж, теперь об этом и не только более подробно. Встречу с люберецкими читателями провела редакция газеты «Московский комсомолец». Творческий вечер прошел во Дворце культуры. Там для гостей была организована целая программа, начиная с дискуссии и заканчивая концертом народных артистов России. Что интересовало жителей в первую очередь, знает Мария Антонова. Такие творческие встречи с читателями МК проводит регулярно. Порядка шести раз в год. Редакция подготовила не только специальную программу, но и фойе Люберецкого Дворца культуры. Организовала подписную кампанию. Для общения с люберецкими читателями выбрали необычный формат общения – устный выпуск газеты. Тут такой, наверное, взаимный интерес. Во-первых, интересно и нам тоже встретиться лицом к лицу с нашими читателями. Не просто абстрактно, через экран компьютера или как-то еще. Вот вы, наверное, не дадите соврать. Вот зал сейчас заполняется, за моей спиной довольно много людей приходит. Поэтому, наверное, они тоже надеются от газеты, от авторов газеты получить ответы на какие-то интересующие их вопросы. Помимо дискуссий, ответов на вопросы, для гостей в этот вечер выступили известные артисты. Марк Тишман, Диана Гурцкая, группа «Доктор Ватсон» и другие. На мероприятие пришел и глава Владимир Ружицкий, который поблагодарил коллектив издания за объективное освещение работы округа. Я, Петру Марксу, сегодня благодарен, потому что в целом, что касается Люберец нашего городского округа, в прошлом районе всегда была объективная, достоверная информация. Ну а если мы где-то не дорабатываем, ничего страшного, надо критиковать, и мы пытаемся из этого делать выводы, это тоже нормально. Потому что мы читаем ту газету, где она интересна, где есть какие-то факты, где из чего-то можно поучиться. В концертном зале Люберецкого дворца культуры почти не было свободных мест. Читатели, которые задавали самые интересные вопросы, получили в этот день памятные призы. Одним из победителей стал гость из Красногорска. Он предложил создать аллею именных деревьев на месте пожара и гибели людей в Кемерове. Замглавного редактора, одобрил, сказал, что идея очень гуманная, интересная и как бы вечная. И подарили мне подарок МК, за что я им очень благодарен. Особенно благодарен жителям, которые зал был переполнен. Я очень доволен вашим городом и вашими прекрасными жителями. Отмечу, помимо простого общения с читателями, одним из поводов также стал предстоящий праздник – День космонавтики, с которым сотрудники МК поздравили люберчан. Мария Антонова, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Руководство к действию получено. Инспекторы Госадомтехнадзора начали проверку территории кладбищ в Люберцах. Спецрейд приурочен к пасхальной неделе. Первым в списке оказалось старое Люберецкое кладбище. Прошло ли оно проверку на чистоту и порядок? Ответ в следующем сюжете. Состояние старого Люберецкого кладбища решил проверить инспектор Госадомтехнадзора. В поле зрения попали места сбора мусора, состояние подъездных путей, пешеходных проходов, прилегающей территории и самой территории кладбища. Мы с вами видим, что не на всю ширину расчищена тропинка. Видите? Поэтому вот как бы нюансы. Если мы сейчас с вами налево обратим внимание, асфальт заканчивается. Видите, здесь грунтовая. Поэтому обязанности очищать до твердого покрытия здесь не ложится на хозяйствующий субъект. К пасхальной неделе ожидается большое количество посетителей. А значит, будет и много бытовых отходов. В основном инспекторы привлекают нарушителей к ответственности за навалы мусора и ненадлежащие состояние контейнерных площадок. Видите, переполнение нет, все убрано. Ну, крест они должны убрать, конечно, тоже. Но вот более-менее вот так должно содержаться. Твердое покрытие, ограждение с трех сторон, отсутствие переполнения, отсутствие навалов вокруг. Обойдя всю территорию кладбища, мы так и не нашли никого из административного состава и работников. Вместе с тем Алексей Левшин нашел несколько недочетов. Нарушение это в части ненадлежащие сборно-копления мусора, а именно навалы возле мусорных урн, мелкого бытового мусора, окурков. Также ненадлежащие состояние содержания ограждений, то есть они не почищены, не помыты, внешнего ограждения. И фасада центральной группы, кое-где плит готова. Между тем жители с состоянием кладбища остаются довольны. Я иду готовить, подготавливать могилки, все, сейчас снег сброшу. А здесь чисто, красиво. Оцениваю на 5, потому что, как вы сами видите, дорожки чищены, инвентаря предостаточно, поэтому все есть и все замечательно. По словам Левшин, устранить все выявленные в ходе рейда нарушения сотрудники Старого Люберецкого кладбища должны будут до 8 апреля. Проверки завершат к пасхальным праздникам. Напомним, в Подмосковье в апреле установлены следующие дни массового посещения кладбищ. 7-8 апреля Пасха и 17 апреля Радоница. Мария Кузьмичева, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Пока мы готовили наш сюжет к эфиру, на Старом Люберецком кладбище к устранению нарушений уже приступили. Надеюсь, люберчане изменения смогут оценить уже скоро сами. Ну а мы расскажем подробнее о принятых мерах в наших следующих выпусках. Отмечу также, что в дни религиозных праздников на маршрут до Новолюберецкого кладбища выйдут дополнительные бесплатные автобусы. Так что добраться смогут все желающие. Об этом сообщает портал РИАМА, ссылаясь на сотрудника управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа. 8 и 15 апреля на маршруте номер 41 будут курсировать дополнительные автобусы большого класса. Начало работы в 8.00 от станции Люберцы. Окончание в 16.00 от Новолюберецкого кладбища. Кроме того, 8 апреля добавятся 6 автобусов, проезд на которых будет на безвозмездной основе. А 15 апреля оплата проезда на дополнительном транспорте будет согласно установленному тарифу. В праздничные дни автобусы будут курсировать каждые 10 минут с 8 утра до 16.00. От всего сердца 400 куличей для ветеранов и инвалидов труда городского округа Люберцы. В преддверии Великой Пасхи депутат по третьему избирательному округу Дмитрий Кристинин по традиции посетил территориальное общество инвалидов. На встречу он поздравил пенсионеров с наступающим праздником и вручил каждому пасхальный кулич. Марина Левичева инвалид по зрению второй группы. С самых истоков она стоит в обществе инвалидов. Как признается пенсионерка, о них не забывают и очень любят. А сегодня председатель удивила приятной новостью. Сейчас я пойду, куплю яички, завтра буду красить их. Вот я собралась на Пасху купить кулич, а как раз, видите, общество инвалидов позвонили, чтобы приходить. Я очень им благодарна. В акции по раздаче главного пасхального блюда принимают участие три общества инвалидов. Вот уже девятый год ее проводят депутаты третьего избирательного округа во главе с Дмитрием Кристининым. Как признается сам депутат, это малое толико внимания, которое он с коллегами может оказать старшему поколению. Мы стараемся отмечать наше старшее поколение. Благодарность за то, что вот они у нас есть, за их жизненный опыт. Привлекаем молодежь к помощи. Делаем это от чистого сердца, потому что считаем это своей прямой обязанностью поддержку старшего поколения. В этом году в акции по раздаче куличей примут участие около 400 ветеранов и инвалидов труда города Люберцы. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. И к другим темам, но не менее приятным. 2018 год объявлен президентом России годом добровольца и волонтера. По сообщению агентства РИАМа, эту инициативу подхватила администрация Люберецких парков, культуры и отдыха. Тем более, что до нового паркового сезона остается меньше месяца. В преддверии нового паркового сезона в Люберцах стартовал волонтерский проект под названием «Друзья парка». Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет смогут принять участие в организации мероприятий и праздников, которые запланированы в Люберецких парках. От желающих требуется готовность работать в команде и энтузиазм. А в качестве бонуса активисты смогут пройти тренинги по тимбилдингу и развитию творческих способностей. Подать заявку на участие можно до 20 апреля на почту волонтерсобаколюбпарки.ру. В письме нужно указать тему «Друзья парка», приложить фотографию или видео с рассказом о себе и о том, чем именно хотите заниматься в проекте. Наталья Григорьева, Александр Итомей, телеканал ЛРТ. Если есть желание, возможность всегда найдется. Благотворительная акция «Добрый шкаф» вновь пройдет в парке на Наташинских прудах. Неравнодушным жителям предлагают принести одежду, обувь, игрушки и книги. Главное – пожелание в хорошем состоянии. Как и что можно передать в дар, чтобы порадовать адресатов таких подарков, расскажет Анна Троян. «Добрый шкаф» – это благотворительная акция по сбору вещей для детских домов по всей России, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главная цель проекта – превратить хорошие, но ненужные жителям вещи в полезный ресурс для других людей. В Люберцах акция проходит уже третий год. Один раз в сезон в местных парках волонтеры собирают вещи. Их перечень весьма разнообразен. Это одежда, обувь, книги, игрушки, средства личной гигиены, детские принадлежности, продукты питания, постельное белье и прочее. Важно, чтобы они были в хорошем или даже отличном состоянии. Принять участие в проекте сможет каждый желающий. Для этого предварительно нужно собрать вещи, привести их в порядок, упаковать в пакет или коробку, после чего передать их в место проведения акции. В этот раз «Добрый шкаф» состоится 14 апреля с полудня до 15.00 на Малой площади в Центральном парке культуры и отдыха. Анна Троян, телеканал ЛРТ. В Наташинском парке открыли новую планету. Ее обитатели – хитрые, но добрые еноты и зверьки из их семейства. Эти животные радуют всех посетителей контактного зоопарка без преувеличения, потому как остаться равнодушным от общения с этими ручными созданиями может только самый суровый человек. На планету енотов отправилась и наш корреспондент Анна Троян. Мы называем этих зверушек чудо-юдо. Это смесь лисы и песца, а называем их так, потому что этих животных в природе не существует. Это искусственно выведенные зверушки. На планете енотов Чернобурка Блюфрост уникальный экспонат. Настоящий антистресс, мягкая, как игрушка, спокойная и неигривая. Полная противоположность своим соседям – шести активным енотам. Ой, как вкусно нам, да? В дикой природе еноты – опасные хищники, а те, что живут в контактном зоопарке, выращены изначально людьми. Поэтому человек для этих животных такой же друг, как и их сородичи. Енотики – это очень общительные животные. Как видите, они очень любят ласку, обниматься и даже вас строгать, щупать. Томас любит кушать. Он заеду мать родную продаст, поэтому это отличная возможность с ним поиграться, пообщаться. Он вполне ручной. Томас – любимчик публики. Добрый и заводной пухляш в Люберецком контактном зоопарке живет, как на курорте. И неспроста это место зовут трогательным, ведь лапки у енотов – тактильный орган. Поэтому эти малыши так и норовят познать все и каждого прикосновениями. Они такие няшки, вот эти масочки на их мордашках. На них смотришь и думаешь, что это просто мимимишка, которую хочется прижать и потискать. Но в природе этого категорически невозможно сделать. А вот у нас вы можете прийти, взять его, поцеловать, потискать, помассажировать. И им будет это приятно. Еще один сосед любопытных енотов – Насуха Кекс. Попал к Люберецким обитателям из другого контактного зоопарка. Он живет то с Мишелькой, то с остальными енотами. И в целом мы думали, что он будет отстранен от них. Но на самом деле, как выяснилось, они достаточно тепло все его принимают. Побывать на планете енотов можно ежедневно с 11 утра до 7 вечера в Наташинском парке. Ее обитатели живут рядом с другими питомцами в контактном зоопарке. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберчанам оказывают методическую помощь при оформлении заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Наше Подмосковье». Для этого в городском округе создано 8 консультационных пунктов. Напомню, прием проектов стартовал 26 марта и продлится до 31 мая включительно. Консультационные пункты открыты для жителей с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера. В пятницу – короткий день до 16.45. Перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме Люберец, получить консультацию специалистов можно в Томилине, Малаховке, Красковье и Октябрьском. Адресный перечень объектов опубликован на официальном сайте администрации городского округа. Отмечу, что общий призовой фонд премии в этом году составит 180 миллионов рублей. Награждение победителей запланировано на 4 сентября. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. И еще об одном хорошем начинании. Сотрудники Малаховского музея истории и культуры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних инициировали социальный проект «Шаг навстречу». Его цель – сделать досуг семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, максимально насыщенным и полезным. В рамках пасхальной недели в стенах музея прошел мастер-класс по разукрашиванию яиц. Кроме этого, детей и их родители познакомили с выставкой, приуроченной к предстоящему церковному празднику. Здесь их встречают с теплом и улыбкой. Эти девочки стали постоянными посетителями Малаховского музея. Открывая что-то новое, они учатся создавать своими руками различные сувениры. И что самое главное, делают это вместе с мамами и папами. Сегодня как-то немножко поменьше народа, вообще приходит довольное количество семей, которые уже поняли, что здесь их тепло встречают. Что здесь отношения домашние, создание какого-то уюта, сердечности. Все это идет от сердца. Музей ведь должен еще какую-то социальную функцию нести, благотворительную. Сейчас благотворительность нужна людям, потому что так много недополучают наши дети. Сплочение семей и социальная адаптация детей – такова главная цель проекта. С декабря 2017 года совместными усилиями сотрудники музея и представители комиссии по делам несовершеннолетних провели ряд мероприятий для семей, которые оказались в социально опасном положении. Здесь для них устраивали новогодние праздники, а также мастер-классы по изготовлению сувениров к Масленице. Кроме того, для детей их родителей постоянно проводят познавательные экскурсии, знакомят с историей, культурой и родного края. Мне было очень интересно. Я узнала много нового о древних традициях и как отмечали Пасху. Вот я сегодня сделаю такое яйцо. Проект «Шаг навстречу» участвует в ежегодной губернаторской премии «Наши Подмосковья». В случае победы его инициаторы направят денежные средства на дальнейшее развитие благотворительного движения. Но так или иначе прекращать работу они не собираются. Напротив, на лето уже запланирован ряд выездных экскурсий для семей, требующих особого внимания. Луиза Игазарян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Осторожно, тонкий лед. Люберецким школьникам в очередной раз напомнили о правилах поведения вблизи водоемов в период ранней весны. Профессиональные спасатели и добровольцы смоделировали для ребят опасную для жизни ситуацию. А главное, показали, как выкарабкаться. Обучающее занятие прошло в парке «Наташинские пруды». Полезным оно оказалось и для нашей съемочной группы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того, чтобы простые правила запомнились легче, профессиональный спасатель выступает в роли утопающего. Направляться к берегу в положении лежа необходимо для того, чтобы оказывать минимальное давление на лед. Еще несколько движений и он уже в безопасности. Отполз поближе к берегу, встал на ноги. Все, теперь он может бежать, переодеваться. Но далеко не каждый может справиться с такой ситуацией самостоятельно. Тогда очень важна помощь окружающих. От грамотности действий зависит жизнь и здоровье человека. Здесь важна каждая секунда. Поэтому ребят научили не только тому, как спасаться самому, но и как спасать других. Долг каждого гражданина – оказать помощь попавшему в беду. И тут хороши все средства. Лестницы, доски, лист фанеры. Все это можно подать на помощь пострадавшему. Веревка, брючной ремень. Самое главное – не приближаться близко к человеку, который провалился под лед, чтобы не последовать его примеру самому, чтобы самому не пострадать. А тех, кто в будущем мечтает стать профессиональным спасателем, познакомили с современными средствами, необходимыми в работе. Несчастные случаи на воде со смертельным исходом, к сожалению, имеют место быть. Главная задача организаторов учений – свести их к нулю. 2018 год объявлен годом добровольчества, волонтерства. И вот три общественные организации, московские и областные, подписали соглашение о сотрудничестве. Это ВОСВОД, Российское общество спасания на водах, Россоюз спас и Российское добровольное пожарное общество. Единение усилий всегда сказывается положительно на результатах работы. Чтобы избежать несчастного случая, достаточно придерживаться одного элементарного правила – просто не выходить на опасный объект. Распознать тонкий лёд легко. Он имеет матово-белый, серый или жёлтый цвет, а на его поверхности видны трещины и снежный покров. Луиза Игазарян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Теперь от сезонных опасностей к более распространённым, к сожалению. В Люберцах проходит рейд ГИБДД «Детское автокресло». Как сообщает агентство РИАМА, со ссылкой на службу пропаганды безопасности дорожного движения Люберецкая госавтоинспекция, акция направлена на выявление нарушителей правил перевозки детей. О том, какие санкции в этом случае грозят, в нашем материале. С 4 по 25 апреля в Люберцах проходит проверка соответствия условий перевозки детей новым правилам, которые вступили в силу с начала 2018 года. Первый рейд уже прошёл в городе Люберце, второй состоится в деревне Марусино. Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей. Напомним, любые детские автокресла и удерживающие системы должны быть сертифицированы, иначе они оказываются под запретом. По новым правилам есть две возрастные категории автокресел – до 7 лет и от 7 до 12 лет. Они должны строго соответствовать возрасту и весу ребёнка. Такая информация содержится в инструкции к устройству. Например, перевозка новорождённого в кресле, предназначенном для детей весом от 9 кг, будет являться нарушением, поэтому на вырост купить автокресло не получится. Александра Томей, телеканал ЛРТ. 835 уголовных преступлений зафиксировали в этом году на территории обслуживания Люберецкой полиции. Это на 18% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об итогах работы в первом квартале 2017-го читались сотрудники Люберецкой полиции. Однако, несмотря на все достижения, сегодня полицейские работают в усиленном режиме. Обеспечение антитеррористической безопасности по-прежнему остаётся в центре внимания Люберецких правоохранителей. Сейчас это особенно важно, ведь впереди многочисленные праздники и чемпионат мира по футболу. На обслуживаемой территории проводятся комплексные мероприятия по противодействию и пресечению фактов терроризма и экстремизма. Благодаря слаженным усилиям в отчётном периоде на обслуживаемой территории преступления террористической направленности не допущены. Вместе с тем, в современных реалиях не исключается активизация деятельности террористических организаций в торговых центрах и на объектах транспортной инфраструктуры. Именно поэтому вопросам безопасности в местах массового скопления людей уже уделяется повышенное внимание. Так, в ходе проверок торговых предприятий были выявлены некоторые нарушения. Их собственники должны устранить в кратчайшие сроки. Что касается работы на прошедших масштабных мероприятиях, то с этими задачами Люберецкие сотрудники МВД справились. Ответственно решали задачи в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Безопасность на избирательных участках обеспечили почти 700 сотрудников. В результате принятых мер нарушение общественного порядка не допущено. Всего же на территории обслуживания Люберецкой полиции за первый квартал года зафиксировано 835 уголовных преступлений. Это на 18% меньше, чем в аналогичном периоде 2017-го. Так, по словам защитников правопорядка, вдвое сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью. Меньше почти на четверть совершено тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем увеличились показатели краж из дач и садовых домиков. На это стоит обратить внимание жителям СНТ. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году в ряде городов столичного региона намерены перенять опыт создания единой диспетчерской службы ЖКХ. В Люберцах проект запустили в конце 2017-го года. Из 34 управляющих компаний округа к системе не подключены только 8. Как заявил глава Люберец Владимир Ружицкий, этот вопрос будет решен в течение двух ближайших недель. Об особенностях системы, ЕДС и перспективах в нашем сюжете. Оператор Татьяна, здравствуйте. Можно адрес говорить, пожалуйста. 24 часа в сутки, 365 дней в году. По такому графику работает ЕДС ЖКХ в Люберцах. В день на горячую линию контакт-центра поступает порядка 1200 обращений. И чтобы разобраться с проблемой, операторам необходимо не более трех минут. Единая диспетчерская служба была создана на базе управляющей компании в Люберцах, это ЛГЖТ. За два года своей работы она показала себя с очень хорошей стороны. В части приема заявок, их отработки, также в аварийных каких-то работах. Операторы ЕДС ЖКХ принимают заявки по таким вопросам, как сбои в подаче коммунальных услуг, содержание дворовых и общегородских территорий, подъездов, детских площадок, мусоропроводов, эксплуатации газового оборудования. Если у вас случилась какая-то проблема, связанная с ЖКХ, вы можете позвонить в нашу единую службу. Мы принимаем от вас заявку. У нас есть три номера. Первый по городскому 8-103-44-33, второй бесплатный 8-800-301-44-33 и по короткому номеру звездочка 5105. Обращение в онлайн-режиме направляется в управляющую компанию для исполнения. Кроме того, все заявки жителей фиксируются, записываются и заносятся в специальную электронную базу. Житель в любое время может позвонить и узнать, на каком этапе находится решение его проблемы. Есть звонящие люди, которые довольны, которые недовольны. Есть даже люди, которые звонят и оставляют благодарность. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо за то, что быстро выполнили заявки. То есть, можно сказать, 50 на 50. К единой диспетчерской службе ЖКХ города Люберец уже присоединились поселки. Малаховка, Красково, Коренёво, Томилино, Октябрьский. В ближайших планах организации охватить весь округ. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 50 случаев заболеваний кориоза фиксировали в люберецких больницах за последний год. И этот показатель выше, чем в других муниципалитетах региона. Инфекционную вспышку врачи связывают с тем, что родители отказываются вакцинировать своих детей. Как же все-таки обезопасить себя от заразной болезни, выяснила Анна Троян. Ее легко перепутать с простудой, однако последствия гораздо тяжелее. Кори – это острое инфекционное заболевание, которым очень просто заразиться воздушно-капельным путем. От одного больного из 100 заражаются 96 человек. Кроме высокой температуры, насморка, конъюнктивита и сильного сухого кашля, через несколько дней у инфицированного появляется характерная сыпь на лице, а после и по всему телу. Конечно, причин в этом несколько, но основная причина, безусловно, это то, что сейчас не делаются прививки, многие родители отказываются. И поэтому у нас создалась, конечно, прослойка неиммунных, так скажем, пациентов. То есть, в первую очередь, конечно, детей, которые подвержены заболеванию. Первая прививка от Кори делается в год, вторая – в 6 лет. Однако этим заболеванием легко заражаются и взрослые. За последний год в Люберецких больницах всего зафиксировали как минимум 50 случаев. Поэтому врачи рекомендуют вакцинацию и в зрелом возрасте, тем, кому за 30. К тому же не каждый помнит, прививался он в детстве или нет. И, конечно, многие, не посоветовавшись, не изучив, наверное, эту проблему полностью, они отказываются. Хотя сейчас ведь вариантов очень много. Это живая коревая вакцина, но вариантов много. Ведь есть и ослабленные вакцины, есть очищенные, более очищенные вакцины. То есть сейчас выбор стал больше, чем это было раньше. Самое опасное в этом заболевании – тяжелое протекание и самое главное – последствия. При коре сильно страдают органы дыхания, к тому же может развиться пневмония. Запускать ее крайне опасно. Необходимо вовремя обращаться к врачу. А еще лучше – позаботиться о себе и своем ребенке заранее – вакцинацией. Так, как рекомендует Минздрав. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Сейчас немного о спорте. Турнир по кратой имени дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко состоялся в Люберцах. Одиннадцатые по счету соревнования собрали более 500 спортсменов из городов-героев, городов воинской славы России и стран ближнего зарубежья. Турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко. Это всегда захватывающее и зрелищное шоу. В церемонии открытия поучаствовали кремлевские солдаты, отряд специального подразделения Семеновского полка Минобороны. Среди почетных гостей праздника – герои России и Советского Союза, именитые спортсмены и представители местной власти. Дорогие ребята, здесь у нас юные спортсмены. Вы уже все победители. Если вы оказались здесь, вы уже победители. Это самое главное. Поэтому в жизни будьте победителями. Побеждайте, я уже извиняюсь, лень. Побеждайте нехорошие привычки. Проведение ежегодного турнира – это дань памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Традиционно в этих соревнованиях участвуют лучшие каратисты из городов-героев и городов воинской славы. Минска, Санкт-Петербурга, Тулы, Москвы, Волгограда, а также спортсмены из Азербайджана и Казахстана. Возраст участников от 6 до 50 лет. Это искусство, которое помогает тебе в жизни. Оно помогает здоровью. У меня 21 медаль и 4 или 3 кубка. Значимое мое первое место на первом светуле. А Сергей Петров уже шестой раз становится победителем этого турнира. Вот и в этом году спортсмен снова стал сильнейшим в категории 18+. Каратист из города Чебоксары – серьезный соперник для многих. За 18 лет кропотливой работы стал обладателем чемпионства мира, России и Европы. Я выбрал каратэ, потому что для меня занятия каратэ олицетворяли собой рост. Не только физический, но и в плане укрепления характера, самодисциплины, воли к победе. Сейчас для меня это как образ жизни. Я выступаю, привожу детей на соревнования и получаю удовольствие. Почетными гостями и судьями турнира ежегодно выступают именитые лица. Японский сенсей Танако Токинори и президент Национальной ассоциации каратэ. Алексей Долгов. Всего в этот день на татаме вышли более 500 каратистов. К каждому из них предстояло несколько боев. В течение всего дня они сражались в поединках по олимпийской системе в трех категориях. Уникальный турнир у нас еще здесь тем, что у нас второй год подряд выступают ребята, спортсмены по паре каратэ. Это как раз мы специально сорганизовали, потому что это востребовано. Это не то, что модно, а людей приобщить к спорту. Тех людей, которые хотели бы этим заняться, но не знали как. По итогам 11-го турнира имени Виктора Горбатко обладателями медалей стали более 200 спортсменов. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Чем интересна профессия журналиста и монтажера? Сколько весит видеокамера? Как выглядит святая святых любой телекомпании «Студия новостей»? В поисках ответа на эти и другие вопросы ученики 16-й гимназии заглянули на кухню телеканала ЛРТ. И узнали, как готовятся вкусные репортажи. Здравствуйте. Меня зовут Мария Логвина. В эфире новости на телеканале ЛРТ. Да-да, вам не показалось. В эфире дети. Наш телеканал посетила делегации юных телевизионщиков из Люберец. Экскурсии для школьников на ЛРТ стали уже традицией. На сей раз в гости к нам пришли ребята из гимназии номер 16. В гимназии прошла медианеделя, где ребята получили возможность попробовать себя в тележурналистике. Лучших из участников медианедели мы решили поощрить и привели их сегодня на канал Люберецкое районное телевидение. Отложив всю работу, шеф-редактор Наталья Григорьева приоткрыла завесы творческого закулисья, став для ребят экскурсоводом. Рада вас всех видеть, я так понимаю. Интерес ТВ пополнился новыми лицами. Молодые, прекрасные, горят глаза. Еще бы! Сначала работа в съемочном павильоне, запись на хромакее и общение с суфлером. Затем визит в монтажный цех, где видеоинженеры показывают ребятам, как совмещать кадры и накладывать звук. А вот в студии звукозаписи юные таланты ринулись с особым энтузиазмом. Уж очень им хотелось потрогать выпуклые мягкие стены и поговорить в микрофон. Такой звук очень хороший. Слышу себя хорошо и прям никакого постороннего звука нет. Как проходит вещание телеканала, школьники узнали, посетив эфирную аппаратную. Или, как ласково называют ее сами телевизионщики, эфирное сердце. Мне очень понравилось у вас, так как я получила новые знания о съемке видео и о монтаже. После экскурсии ребята пришли в кабинет генерального директора телеканала ЛРТ и обсудили свои совместные будущие проекты. Сюда приедут из всей области, из всех городов Подмосковья к нам и из правительства в том числе. Мы можем с вами презентовать ваш ролик. Поэтому подумайте. Подготовка и презентация видеоролика намечена на 9 мая и на фестиваль национальных культур, который состоится 12 июня. Мария Кузьмичева, Никита Скараган, телеканал ЛРТ. Воспитанники дворца детского и юношеского творчества актеры театра «Кукол Антошка» завоевали гран-при областного конкурса «Юные таланты Москвы». Высокую оценку и признание они получили за постановку спектакля «Дикий» по мотивам сказки Андерсона «Гадкий утенок». Руководитель образцового детского коллектива Галина Кириллова и юные артисты рассказали, какова на вкус эта победа. Вы просто не желаете понимать, что он похож на дикого! Трогательная история о гадком утенке, который в конце превращается в прекрасного лебедя. Для участия в масштабном областном фестивале театр «Кукол Антошка» выбрал среди своих многочисленных постановок именно эту. И как показал результат, решение оказалось верным. Как и ожидалось, были слезы и волнения в зале. Свои эмоции не смогли сдержать даже члены жюри. Простите, но я никак не могу понять, что мы ищем! Фестиваль юные таланты Москвы – это самый серьезный фестиваль, самый значимый, самый справедливый. Поэтому если ты в этом фестивале занял какое-то место или хотя бы участвовал, это уже говорит о тебе многое. Но театр «Кукол Антошка» не просто постоянный участник этого фестиваля, но и обладатель уже третьего гран-при. Особенность коллектива заключается в том, что в нем участвуют как самые маленькие дети, так и ребята постарше. Это позволяет озвучивать разных персонажей в соответствии с возрастными особенностями голоса. Дикий я! Стреляйте в меня! Дикий я! Дикий! Стреляйте! 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 Это я? Так я лебедь? Да! Ты лебедь! Ну тут, во-первых, как сказать, вторая семья. Тут интересно общаться со всеми, приходят новые ребята, тоже как бы вливается наш коллектив очень быстро. Не знаю, как у всех, у других, но у нас, короче, мы чувствуем друг друга. Действительно, театр кукол отличается от остальных видов искусства тем, что актерам приходится работать по 10, а то и 15 человек на очень маленькой площадке. Одной куклой могут руководить сразу несколько актеров. Каждый, они приучены к тому, что каждый должен сделать так, чтобы было удобно партнеру, не ему. И это, когда это делает каждый, это получается то, что надо. Поэтому я уверена, что эти люди, где бы они ни работали, кем бы они ни стали, их будут любить в коллективе, потому что они будут понимать, что еще кроме них есть кто-то. Стоит отметить, что гран-при областного конкурса не единственная награда, которую достоились ребята на этот раз. Две воспитанницы театра «Кукол Антошка» стали победителями в индивидуальных номинациях. Луизия Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Агрохолдинг «Поиск» торжественно открыл после реконструкции розничный магазин. Там представлен широкий ассортимент продукции, которую выпускает одно из крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Обновленный магазин «Огородник» в первый день работы уже посетили сотни покупателей, в том числе и наша съемочная группа. Открытие обновленного после реконструкции магазина прошло в торжественной обстановке. Право перерезать красную ленточку предоставили директору торгового объекта Ларисе Павловой, а также главе поселка Верия Сергею Чистюхину. Очень рад, что у нас в поселении открылся после реконструкции магазин, который расширился. Для поселения это очень хорошо, это дополнительные налоги, новые рабочие места. Сразу же после открытия магазин «Огородник» заполнили первые покупатели. Среди них те, кто уже давно знаком с продукцией агрохолдинга «Поиск». Галина Фролова специально приехала из Москвы. Покупать семена и посадочные материалы для дачного огорода она предпочитает именно здесь. В прошлом году я использовала семена агрофирмы «Поиск» из серии «Вкуснотека». Очень понравилось и мне, и соседям. И я искала в этом году именно эти помидоры. Выращивала до 900 килограмм каждый помидор. Вот такой был очень хороший урожай. Розничный магазин агрохолдинга «Поиск» работает более 20 лет. В августе прошлого года началась его реконструкция. Кроме увеличения площади и ассортимента продукции, здесь внедрили систему самообслуживания. Для удобства клиентов в зале работают профессиональные консультанты. Кроме того, в магазине появилось специальное помещение с низкой температурой, где хранятся луковичные, плодовые и декоративные кустарники. Нужна температура низкая для того, чтобы посадочный материал не рос, потому что при положительной температуре он начинает расти и, естественно, имеет нетоварный вид. Мы очень долго хотели иметь такое помещение, которое создаст для нас удобство и удобство для наших покупателей. Здесь можно найти необходимые товары для садоводов и огородников, начиная от семян и посадочного материала, заканчивая удобрениями, грунтами, а также вспомогательными инструментами. Но самое главное, что продукты, получаемые из даров природы, не только вкусные, но и полезные. Это, наверное, самый посещаемый нами магазин. Мы приобрели дачу некоторое время назад, когда у нас родились дети, и решили перейти на натуральное хозяйство. Ну, собственно, свои огурчики, своя редисочка, помидорчики. Вот, это всегда приятно. Сами селекционируют, сами производят, сами же и продают. В этом заключается особенность работы агрохолдинга. Такая система позволяет не завышать цены на продукцию. Разнообразие товара говорит само за себя. Одной только малины здесь представлено более 25 сортов. Земляники – порядка 40, а огурцов и вовсе сотни. На сегодняшний день агрохолдинг «Поиск» является лидером российского рынка посевного и посадочного материала. Миссия агрохолдинга – это селекция, производство и оптовая продажа посевного посадочного материала. И не случайно мы замыкаем этот цикл, потому что только производитель, знающий свою продукцию, может правильно и качественно продать эту продукцию. Совсем скоро, когда весна в полной мере вступит в свои права, начнет работать открытая площадка. На ней в широком ассортименте представят плодовые и декоративные растения, выращенные в питомнике агрохолдинга «Поиск». В Международный день интернета, который отмечался в мире 4 апреля, наш корреспондент Анна Троян решила поинтересоваться, есть ли жизнь вне и без всемирной сети. Что думают на этот счет люберчане, узнаем прямо сейчас. Кажется, совсем недавно любимые программы мы смотрели только по ТВ. Музыку слушали на компакт-дисках, а о новости узнавали из свеженапечатанных газет. Век информационных технологий полностью изменил нашу жизнь. И теперь, благодаря интернету, все это можно получить из любой точки планеты. А что будут делать люди, если всемирная сеть исчезнет? Давайте спросим у них. И что для вас вообще интернет? Все, работа. У меня инстаграм, все рабочие подписки. Я работаю в интернете. Общаюсь с семьей, допустим, с родственниками, которые далеко живут. Могу посмотреть какие-то акции. Общаемся, смотрим кино, узнаем что-то много разное. Я обычно книги стараюсь не читать. Мне это не интересно. В интернете я больше всего нахожу информацию. Интернет? Ну, только, наверное, для того, чтобы узнать что-то. Например, что читаете? Читаем? Ну, ребенку, сказки. Просто не очень увлекаюсь интернетом. А чем ты увлекаешься? Книги. Погоду узнаю, если я больше ничего. Хорошо. Как раньше погоду узнавали до интернета? Раньше радио было в каждом доме. Сейчас нет. А тогда застало времена, когда не было интернета вообще? Нет. Это очень давно стало необходимостью в моей повседневной жизни и в работе. А что делаете? Ну, у меня работа связана с этим. Плюс развлечения, почта, сайты. А знакомитесь чаще на улице или в интернете? В интернете. Как вам вообще? На улице ознакомимся все равно в интернете. Да. Там общаемся. Дальше продолжаем общение интернета. Я думаю, лучше так познакомиться. Правильно? Вот давайте представим, что интернета нет. Его не существует. Как тогда будете жить? Переживу. Буду жить, как жил. В 80-х и 90-х. А что вы делали? Ничего. Писали письма. Я человек старой формации. Ретроград. Раньше, когда не было интернета, был фидонет. Люди как-то выходили из ситуации, общались. Ну, спортом займусь. Займусь любимым делом. Рыбалкой, охотой. Уходить уже по улице, знакомиться, читать книги. Согласились бы отказаться от него? Нет. То есть нам он нужен? Очень. Как ни крути, современность сложно представить без интернета. Да что греха таить, он нам по-настоящему нужен. Однако, с другой стороны, как могла бы быть разнообразная и насыщенная жизнь без всемирной сети? Анна Троян, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Ну что ж, такой мы увидели эту уходящую неделю. Информационная служба ЛРТ продолжает следить за развитием событий. О самом интересном и жизни округа расскажем уже в следующих выпусках. Всем хороших выходных, с праздником Светлой Пасхи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова